Здравствуйте! Это снова я, главный редактор журнала «Автоцентр». И вы смотрите наш тележурнал «Автоцентр ТВ». Еще весной мы выступили с предложением отменить обязательную замену советских прав. Мы собрали около 2000 подписей и разослали открытое письмо президенту, правительству и депутатам. Они поддержали нас, и сегодня уже платить 300-400 гривен и менять советские права на новые украинские не обязательно. Поздравляю с победой! С наступлением холодов всех нас мучает вопрос. Какие же шины поставить на зиму? Конечно же, те, которые победили в наших тестах. Как делаются эти испытания, смотрите через несколько минут. А кто победил в наших тестах? Читайте в журнале «Автоцентр». Сегодняшнее «Почему». Почему Дмитрий Чабан не пришел на работу? Почему средний возраст автомобилей в Днепропетровске вырос на 50 лет? А также, как «Автоцентр» тестирует новые шины? Автоцентр вместе со своими читателями таки добился того, что Верховная Рада отменила обязательную замену водительских удостоверений советского образца. 17 сентября парламент принял законопроект, который освободит водителей со стажем от обязательной тягомотины с удостоверениями. За данный документ проголосовали 314 народных избранников. Законопроектом был упразднен окончательный срок действия советских прав 1 января 2014 года. Вместо этого депутаты задекларировали следующее. Такие водительские документы могут быть заменены на удостоверение нового образца по желанию их владельца и в случаях, предусмотренных действующим законодательством. Например, при выезде за рубеж, в случае, когда права пришли в негодность, износились и тому подобное. Таким образом, ликвидирована обязательность замены советских прав, а вместо нее введена добровольная, по желанию водителя. Благодарим всех участников данной инициативы за активную гражданскую позицию. Отрадно, что именно общими усилиями вполне реально удачно добиваться поставленных сложных и нелегких задач. Однажды утром редколлегия журнала «Автоцентр» недосчиталась одного бойца. Дмитрий Чабан на работу не пришел. Его рабочее место оставалось таким же, каким он его оставил в предыдущий день. Мы уже думали ему звонить, но ситуация разрешилась сама собой. Оказывается, Чабан переехал в другой офис. Вот он. Дима так увлекся тестом нового гибридного Porsche Panamera, что решил посвятить этому знакомству целый день. Суммарная мощность бензинового и электрического двигателя этого роскошного купе составляет 416 лошадиных сил. Вы сами решайте, как ехать. Либо с ревом, срываясь с места, либо же бесшумно и неспешно паря сквозь пространство. А эти салатовые суппорты, а окантовка шильдиков, а стрелки, наркотик, не наносящий вреда, ни здоровью, ни окружающей среде. И Дима на него уже подсел. Димач, как ты вообще к гибридам относишься? Знаешь, я, наверное, скажу следующее. Я никогда не мог поверить, даже предположить, что я реально буду тащиться и восхищаться от езды на мощнейшем Porsche. В тот момент, когда у него стрелка тахометра, тупо прилипло к нулю и вообще не шевелится. И в салоне тишина, нет вот этого красивого звука, в салоне просто тихо. Вот в этой машине я реально от этого получаю массу удовольствия и я начинаю любить гибрид. Меня всегда смущала, да, очень хорошая гибридная система на такой дорогой машине. Вроде бы как богатый человек, который может позволить ее себе, не будет думать о том, что ему необходимо экономить топливо. Зачем, по-твоему, нужна эта гибридная система? Смотри, начнем с главного, с денег. Мне вот сегодня сказали, что этот Porsche, это Panamera S, стоит всего лишь на тысячу евро дороже, чем обычная бензиновая Panamera S. На этой машине я уже проехал 82 километра, да, то есть уже есть что про нее сказать. На ней можно ехать просто как на обычном гибриде, то есть ничего не трогаешь. Как будто бы ничего не знаешь, кнопок ты сам видишь, просто миллион, не хочешь в них разбираться, просто сел и поехал. Она едет как обычный гибрид. Когда надо включать за бензиновый мотор, когда скорость падает где-то в тянучке и заряда батареи хватает, она едет на электротяге. От меня вообще ничего не трогалось, просто ездить. Но, чем она мне нравится, тут есть две такие кнопки. Одна, скажем так, отдает приоритет использованию электротяги, вторая приоритет зарядки батареи. Вот сейчас я ее нажал, то есть даже в этом случае она будет ехать как электромобиль, но очень на маленькой скорости. В основном все ресурсы сейчас от машины направлены на то, чтобы зарядить батареи. И если пользоваться вот этими двумя кнопками, а не просто сесть и ехать, то можно, знаешь, ездить довольно интересно и экономично. У меня, получается, спокойно по городу ездить с расходом 9,8 литров. Я думаю, что это не предел, можно ехать еще меньше. Я вот сегодня ездил, нажимаю кнопку зарядки и еду за городом на спусках, все, заряжаю батареи. Где-то за полчаса я с пустых батареи зарядил ее процентов на 70. После этого я спокойненько нажимаю кнопку движения на электротяге и реально еду из дома на работу. У меня ни разу стрелка тахометра не отжила. И это не значит, что я тошню там километров 40 в час, как вот на многих гибридах, у которых есть принудительный режим электрический, он там на 45 километрах отключается. Тут я могу ехать до 120 километров в час и держать 40 километров, но при этом еще и двигатель молчит. Это кажется нереальным. Знаешь, такое ощущение, что сегодня мы прикасаемся уже к будущему. Мы только что говорили, что он может ехать полностью без шума, да? Но в тот момент, когда у него включается бензиновый двигатель, ты наступаешь на педальку в пол, он все-таки красиво звучит. И ты можешь себе это позволить. Даже если ты едешь принудительно в электрическом режиме, в момент срабатывания тикдауна включается бензиновый двигатель и машина просто вырывает вперед с таким низким красивым гулом. И кажется, что под капотом не V-образная шестерка трехлитровая, а как минимум моторчик V8 и объем он имеет литров в пол. Ну, получается, тогда уже электротяга как мощный довесок к бензиновому агрегату. Да. В момент такого разгона интенсивного, тут как раз схема нам показывает, когда будем разгоняться, там хорошо видно, что работает оба мотора. То есть электрические бензины, поэтому вот этот рывок, эта динамика, она еще лучше, чем, скажем, у обычного бензинового двигателя. Почему такие дорогие машины, выскакивая у тебя перед носом, никогда не мигают аварийкой или делают это очень редко? Сейчас я начинаю понимать, почему. Потому что найти аварийку в обилии кнопок очень трудно, особенно, когда ты управляешь машиной. А аварийка-то вот она. Я тебе скажу, что все дело привычки, если бы это была твоя машина, и ты бы на ней покатался день. Такой день, полдня. Ты бы уже знал, где искать аварийку. И мне, например, даже приятно, когда меня пропускают, включить аварийку. Либо наоборот, кого-то пропустить, и меня благодарят. В данный момент я заметил, что мотор уже остановился. Да, мы выключим. Обороты на нулях. У нас есть уже заряженное пределение батареи. Мы можем попробовать перейти. Вот он пишет, что режим активен. То есть все, он уже готов ездить просто на электротяге, пока несят с батареи. И на сколько нам трех палочек хватит? Ну, скажем, когда у меня было заряжено процентов 70, я приехал, считай, с ВДНХ, через пробки, через центр, на Петровку. То есть, ну, практически пол Киева, на одной только электротяге. Вот видишь, он сейчас в режиме зарядки работает. Я свернул на маленькой скорости до 6, до 7, до 11 км в час. Можно катиться, если аккуратно моделируют. Можно на пробки едим на одной или двой тяги. Кстати, камеру он как-то сам включает. Я вот поехал вперед, видно, на маме сдавал назад, потом поехал вперед. И он включал нам сначала заднюю камеру, а потом, пока мы едем тихо вперед, он включает переднюю. Ну, тут есть выбор, смотри, по камерам. У нас целый вариант. Мы можем заглянуть за угол. Можем заглянуть за задним бампером, за угол. Вот мы можем выглянуть из-за зеленого забора. Давай сейчас выглянем. То есть, смотри, вот забор, видишь? И мне не надо высовываться. Мне достаточно высунуть бампер, я уже вижу, что слева никто не едет. И справа. То же самое при движении задним ходом можем делать. Можем тут вот так вот смотреть на машинку сверху и парковаться. Можем просто смотреть на нее сверху. Как реагируют люди на деловых встречах, когда ты подъезжаешь на таком панамерике? Понимаешь, вот эта надпись «Тэсдрайв» на двери, она просто все мои понты ниже плинтуса опускает. Я подъезжаю, выхожу из машины, как из своей, на меня смотрят. А потом вижу эту надпись, и люди ее тоже видят и понимают. Ага, не твоя машина, покататься делал. Как сказал один наш коллега, покупать зимние шины у компании, которая не имеет собственного полигона, нельзя. И этот комментарий вполне обоснован, поскольку автоцентр уже более 10 лет проводит свои независимые тесты летних и зимних покрышек, причем представляющих абсолютно разные ценовые категории. Как это происходит, именно сейчас мы и расскажем. Несколько раз в год наша экспертная группа автоцентра посещает полигоны ведущих шинных производителей, где в идеальных условиях тестируют шины. На специальных трассах проводятся сотни заездов и замеров. Длится один тест, как правило, 7-10 дней. И за это время наши ребята успевают оценить около 20 шин разных производителей и моделей. В этом деле столько тонкостей, что одного эпизода нашей передачи не хватит для того, чтобы их описать. Поэтому пройдемся по основным пунктам. Первым делом следует отметить, что практически все шины, которые участвуют в тесте, покупаются в Украине, после чего отправляются в точку проведения испытаний. Выбор основывается в основном на новинках известных брендов, а также на новых марках, доселе неизвестных украинскому потребителю. Для сравнения, в тесте присутствуют и модели, которые выпускаются не один год. Их берут для теста потому, что в процессе производства покрышек иногда меняются поставщики сырья, поэтому характеристики шин тоже могут меняться. Приехав на полигон, наша команда в первую очередь тщательно знакомится с образцами, которые закуплены в рознице. Проводится тщательный осмотр, снятие основных параметров, проверка на твердость резины протекторного слоя и глубину самого протектора. Затем все образцы нумеруются и отправляются на стеллажи, где ждут своего выхода на боевую дистанцию. И начинается тест. Сперва идут упражнения, которые менее всего изнашивают протектор. Курсовая устойчивость на мокром асфальте, эффект, аквапланирование, акустический комфорт. Если зимний тест, то сначала проверяют поведение шин на льду и заснеженных участках. Нашим испытателям необходимо исключить фактор личного мнения во время теста. Поэтому они, как правило, не знают, какая конкретно шина сейчас держит их на дороге. Для получения данных имеется целая система кодирования информации, которая потом сопоставляется и просчитывается. Замеры дистанции команда производит с помощью точного инновационного прибора V-Box Mini, который работает посредством GPS. После так называемых легких упражнений приходит время для дисциплин посложнее. Они уже сопряжены со значительным износом контактной поверхности и работы шины в граничных показателях. Именно в этой части выявляются слабаки и силачи. Замеряется длина тормозного пути с разных скоростей на мокром асфальте. Затем то же самое только на сухом покрытии. Важна и работа шин в условиях скоростной езды. Несколько кругов по специальному треку с крутыми поворотами покажут, у кого когти прочнее. Каждый сантиметр пройденного пути наши журналисты тщательно фиксируют и описывают. После испытаний в редакцию автоцентра наша команда возвращается с целой кипой бумаг и гигабайтами цифровых данных, из которых получается тот заветный тест, который вы увидите в свежем выпуске журнала «Автоцентр». Тем временем наши корреспонденты стали свидетелями настоящего парада классических автомобилей, который состоялся в Днепропетровске. Выставка проходила на территории спортивного комплекса «Метеор». По словам организаторов, в показе участвовали более 130 ретроавтомобилей. Некоторые экземпляры уже хорошо знакомы украинским любителям старины, но вот отдельные экспонаты после кропотливой реставрации были презентованы впервые. Например, единственный серийный легковой электромобиль ВАЗ-2801, который восстановлен руками днепропетровских мастеров. А также небесная голубая газ М-21В 1957 года, которая прибыла из Донецка. Над ней реставраторам довелось изрядно потрудиться. За почти 60 лет жизни машина все-таки постарела. Самым старым экспонатом выставки стал двухколесный мотоцикл французской марки «Мотобикан». Собрали его еще в начале 20 века, и таких экземпляров по всей планете остались единицы. Отдельного интереса заслуживают представители американской школы детройтского «Парокко» второй половины 50-х. К ним относятся и «Шевроле Бель Эйр» 1955 года, и «Меркьюри Монклэр». Эти громадные крейсеры некогда населяли всю территорию Соединенных Штатов. Теперь это большая редкость, но распространенная и за пределами Северной Америки. Выставка ретроавтомобилей не обошлась, естественно, и без настоящих ходовых испытаний. Так, основным действием стал полноценный слалом представителей классической эпохи автомобилестроения. И знаете что? Да, в общем, смотрите. В Днепропетровск пригнали старенький пассажирский автобус с повышенной проходимости КВЗ-651. Выпускался с 1958 по 1973 годы. Его владелец решил развеять миф насчет прожорливости своего стального коня. Таким образом, став участником так называемого «Экоралли». Согласно заводским данным, родная 3,5-литровая «шестерка» автобуса должна потреблять около 22 литров бензина на сотню. Однако заезд показал иные результаты. Расход топлива составил чуть более 10 литров бензина на 100 километров. А это, знаете ли, уже сопоставимо с показателями современных автобусов с дизельными моторами. Вот так подход к технике нужен. После выхода в эфир первого эпизода программы «Автоцентр ТВ» мы получили очень много положительных отзывов от наших зрителей, за что мы вам очень признательны. Немало хороших оценок набрал тест Дмитрия Чабана, в котором участвовал «Лексус Ай-Эс». Честно говоря, мы сами в шоке. Поэтому смотрим еще раз. Следующим испытуемым Дмитрия Чабана стал «Лексус Ай-Эс-250». У него под капотом миниатюрная V-образная шестерка объемом 2,5 литра и мощностью 208 лошадиных сил. Вместе с шестиступенчатым автоматом и задним приводом этот небольшой седан может разгоняться до 225 километров в час. При этом «Ай-Эс» достаточно богато оснащен. Даже в базовой комплектации есть многие опции, каких при такой цене не найти у конкурентов. Подогревы, электроприводы, обдувы, климат-контроль, аудиосистема и прочие моргалки и дуделки. Основной фишкой является и то, что «Ай-Эс» позволяет как экономить топливо, так и безжалостно его сжигать. Для этого есть три режима – экономный, нормальный и спортивный. Исходя из расчетов, у нас стандартный расход топлива получается 10 литров. Они заявляют, по-моему, если я не ошибаюсь, в городе 11,3 для этого мотора. Ну вот я уже несколько дней катаюсь, у меня получается… У меня сейчас 11,5, но это при том, что там в спортивном режиме, знаешь, где-нибудь обгонять, ускоряться. То получается так, когда я ехал спокойно, у меня получалось… Ну, в десятку вкладывался, для 10, там 10,5. На такой машине, знаешь, на ней едешь, приятно ехать спокойно. Едешь, никого не трогаешь, ты же на «Лекс». То есть никуда не спешишь. Мне кажется, это больше привилегий «Лекс» там всяких. Да, на «Лекс» это вообще бомба. Но этот может из-за того, что он еще новый, народ еще так объезжает, рассматривает. Он же внешне мне нравится, такой очень интересный дизайн. Ну да, он низкий реально, у него такой бампер. Я вот смотрю на бампер и, знаешь, думаю, как на нем зимой ездят. Мы едем по дороге, которая напоминает поствоенную какую-то. И несмотря на всю спортивность этого седанчика, зубы лично у меня не вылетают. Эта подвеска хорошо передает дорогу, ощущения от дороги. Классно держит машину, но при этом остается еще и в меру такой комфортный. До сотни у него разгон, по-моему, 8,1 секунды. Сам разгон, он такой специфический. Он не такой, как какие-нибудь турбозажигалки, да, чтобы пинок под зад и полетел с ревом. А он довольно солидный, с красивым таким звучанием, выхлопом. Режим управления двигателем, скажем, применительно к этой машине. Потому что тут нет адаптивной подвески. Наша ходовая у нас остается в одном режиме работать. Руль тоже я не чувствую разу. Ну, что меняется какое-то усилие. А вот отзывчивость педали газа заметно меняется. Если в экономном режиме, то он старается ехать так, чтобы максимально экономить топливо. Я вот играю педалью газа. Как бы разгон есть, но такой немножко, как, знаешь, в натяжку идет. Когда ты переводишь в спорт, то вот даже вот на игру педали газа, желтые лики такие, более резкие. И когда в высокой скорости смотреться, можно переключить положение передачи. И за счет вот этого, что он держит в спортивном режиме, все время стремится держать более высокие обороты, растет от тысячевой педали газа. Можно, конечно, попытаться ехать и расходу там 7-8 литров, да. Но на этой машине как-то этого не хочется. Вот эта вот атмосфера, этот антураж, который она создает вокруг себя. Видишь, электроника как работает, не дает ей в занос срываться. Только где-то сзади начинает, начинает заносить, даже чувствуется, как у него. Вот да и так. Сейчас заедем на чайку, кстати, попробуем отключить систему стабилизации. Посмотрим, как этот маленький монстрик себя покажет в такой ситуации. КОНЕЦ Димыч, я слышал классическую музыку, когда ты это делал. Это было прекрасно. Да. Как ты себя чувствуешь? Великолепно. Ты знаешь, очень приятно управлять машиной. Так четко, так приятно. Сейчас сядешь, проедешься по фишкам, вообще маневрировать, по зеркалам. Отлично. Есть ручной режим. Если мы в него переходим, можем переключаться либо с ручком рычага, либо под рулевыми лебезками. Но на кикдаун уже коробка не работает. Вот я сколько-нибудь, на педаль. Она ускоряется, машина на... Слышал звук? Это вот эта вот защита, которая спасает нас от пыли. Но звучок все-таки вот этот регулярно слышишь. Передний бампер реально висит низко. И вот этот пластик, который выступает, он еще ниже. И тут сколько того перегиба? Сколько было той скорости, да? Но все равно. Поэтому надо очень аккуратно ездить по нейронной дороге все-таки на этой машине. Смотрю, у нас система стабилизации отключена. Сейчас мы едем, разнесем на змейку. Там, где надо поворачивать руль на большие углы. И хорошо видно, насколько приятно это делать в машине. То есть, рули из стороны в сторону крутятся очень классно. Его не кусает. Даже приятно. Давай сейчас попробуем проехать более чуть активно с отключенной системой стабилизации. Посмотрим, к чему она приведет. На Лексусах так никто не ездит. Ну, тоже так не ездили, по большому счету. Ну, просто интересно, ты знаешь, житейская ситуация. Смотри, мы едем быстро, да, например, раз. Тут раз кошечка, мы ее раз объехали. Вот вторая. Обминули, третья. Пошли, четвертая. Обошли. Ну, кошки же не такие. Ё-моё! Где он? КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ